Сургутский Свято-Никольский храм отметил юбилей. Эта церковь была первой, которая открылась в городе после десятилетий гонений на веру. 30 лет назад на первом богослужении присутствовали всего 15 человек. Сейчас приход насчитывает тысячи сургутян. Возглавил богослужение и торжественные мероприятия митрополит Ханты-Мансейский и Сургутский владыка Павел. Перед началом праздничной литургии в храм для поклонения доставили икону святителя Николая с частицей его мощей. Написанную специально по заказу митрополии. Сегодня храм стал духовным центром для тысяч сургутян. А началось все с маленького деревянного дома. Слали от нас передать прошение, что нам нужен батюшка, священник, чтобы утвердить нашу общину, чтобы служба здесь началась. Но она поехала туда, а мы здесь продолжали молиться. Пока она не пришла, не открыла двери, мы молились, не прекращая. Она открыла двери и говорит, владыка нам присылает отца Виктора раньше. Это была первая православная церковь в Сургуте и во всей Югре после десятилетий запретов и гонений. 7 января 1988 года на первом богослужении присутствовало всего 15 человек. Храм видоизменялся. К основному зданию были пристроены алтарь, панамарка, крестильная. Была расширена центральная часть. Все это простому дому придавало вид настоящей церкви. Верующие несли сюда сохранившиеся во время гонений храмовые и домашние иконы. Он уже не мог вместить всех желающих. И в 90-м году был объявлен конкурс на лучший проект православного храма. У нас это великая радость пребывать в такой момент, в таком храме, в святительский праздник великого святого Николая Чудотворца. Святитель Николай – покровитель нашего города. Это самое важное. Это праздник для всех горожан, не только для прихожан нашего храма. Это наш общий праздник. Трудно что-то сказать, действительно. Это все душа поет, так скажем. Сегодня в доме притча при храме работает единственный в Сургуте православный детский сад. В пяти классах воскресной школы обучает 150 детей. Священнослужители свято-никольского храма окормляют приходы в поселке Федоровском, Локосово и Сургутской колонии для заключенных номер 17. Приход с 15 человек увеличился в тысячи раз. Он живет активной и насыщенной духовной жизнью. Святитель Николай помог возрождению православия на нашей югорской земле. Однозначно. И помогает по ныне сегодня. И мы сегодня притекаем к нему с особой молитвой, с особым почтением и благодарением, чтобы он не оставил нас своим предстательством у престола Божьего. К сожалению, погода помешала многим интересным задумкам в праздновании 30-летнего юбилея свято-никольского храма. Но прихожане насладились духовной музыкой, познакомились с работами юных умельцев прихода и угостились традиционными русскими блюдами. Субтитры создавал DimaTorzok